Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. В последние годы увеличивается количество этнических кыргызов, переезжающих в Кыргызстан. Но многие из них после приезда не могут получить официальный статус кайрлман, некоторые не могут сдать документы. По официальным данным, в прошлом году в Кыргызстан переехало более 37 тысяч этнических кыргызов, но из них всего около 12 тысяч получили статус кайрлман. В настоящее время в городе Ош работает специальная служба по вопросам этнических кыргызов. По их словам, их основная проблема заключается после переезда, получения земельного участка. Это место является центральной частью города Аша, улица Узкая. Здесь в контейнерах проживает около 10-ти семи этнических кыргызов, переехавших из Таджикистана. Они приехали пять лет назад. Несмотря на то, что получили официальный статус кайрлман, они находятся в таком положении и не имеют жилья. На проживание зарабатывают, выполняя тяжелую физическую работу или вообще любую работу. Среди них 45-летний Асулбек Турдубеков переехал со своей семьей и 90-летней бабушкой. Я все не мог получить гражданство Кыргызстана. Недавно получил. С 2016 года стал гражданином Кыргызстана уже около трех месяцев. Большое спасибо нашему Кыргызстану. Хотел бы выразить благодарность государству, народу. И еще мне нужна помощь. Детям нужно сделать документы. Я сдал документы в мэрию для получения участка на строительство дома. Уже прошло много времени. Иногда туда хожу, чтобы проинформироваться, как решается вопрос. Но пока не было ответа. Рассказал он. Основная проблема их заключается в получении земельного участка для постройки своего жилья. Несмотря на то, что вопросы с документами понемногу решаются, основной проблемой, как и у многих кыргызстанцев, остается вопрос, связанный с получением земли для строительства жилья. В 2003 году было выпущено распоряжение правительства Кыргызстана о выделении земельных участков для переехавших этнических кыргызов. Согласно распоряжению, в селе Мадыка Расуйского района было выделено 8 гектаров земли. И была создана комиссия по распределению земельных участков. Но сейчас есть недовольные, которые считают, что комиссии из 80 земельных участков, 35 были неправильно распределены. Однако члены комиссии уверяют, что при распределении земельных участков не было никаких нарушений законов. Недавно сотрудники из полномочного представительства правительства Органской области проведали Зейнеп Эджи. Руководитель пресс-службы Джумамиддин Сулайманкулов проинформировал, что решается вопрос об выделении земельного участка для их семьи. Мы поздравили Зейнеп Эджи с праздником, передали 10 тысяч сомов в помощь, а также продукты питания. Эджи рассказала о своих проблемах, в том числе обратилась с просьбой скорее решить вопрос по земельному участку. Оказывается, в свое время, когда были распределены земельные участки для этнических кыргызов в селе Мады, она не получила. По данному вопросу, руководитель аппарата полномочного представительства Борской области дал поручение провести необходимую работу, выяснить, где она состоит на регистрации и рассмотреть вопрос о выделении земельного участка. По словам этнического кыргыза из Таджикистана Наврузбека Абдулаева, он вообще не имел никакой информации о официальном статусе кайрлман и о том, что можно сдать все документы. Я не знал о статусе кайрлмана. Не зная об этом, я сдал документы на получение паспорта в городе Харасуа. Скоро буду получать паспорт. Я в документах указал, что являюсь членом семьи здешних моих родственников. Надеюсь получить паспорт в течение девяти месяцев. По официальным данным, в прошлом году из Узбекистана в Кыргызстан переехало около 20 тысяч этнических кыргызов. Из Таджикистана приехало 17, из России 36, из Китая 71 и около 29 человек приехали из других стран. И только 12 тысяч из них получили статус кайрлман. Но много и тех, кто еще даже не получил. В текущем году открылась и начала свою работу Южный региональный отдел государственной службы по миграции при правительстве Кыргызской республики. Представитель данного отдела Абдилатип Эгембердиев о тех, кто не получил статуса кайрлман, говорит следующее. На сегодняшний день очень много тех, кто не получил свидетельства кайрлмана. Они не знают, куда обращаться. Они должны обращаться к нам. Необходимо предоставить копии свидетельства о рождении, паспорта три фото, три на четыре. Копия свидетельства о заключении брака, если имеется. Справка о временном проживании и составе семьи. Если предоставят указанные документы, то могут получить статус кайрлман в течение одного-двух месяцев. Рассказал он. Таким образом, руководство Кыргызстана информирует о готовности к принятию этнических кыргызов из разных стран. Историки отмечают, что из-за территориально-административного деления в Центральной Азии в 1924 году основная часть кыргызов оказалась на территории вновь созданных государств. Историк Джалдошпек Бютуналиев об этом говорит следующее. Мы, как суверенное государство Кыргызстан, должны привести на свою историческую родину наших родственников, проживающих на территории других стран. Вот, например, кыргызы в Афганистане ушли во времена Рахмана Гулхана вместе с ним. Позже Рахмана Гулхан ушел в Турцию, а оставшиеся кыргызы в Афганистане живут в сложнейших условиях. Они хотят приехать в Кыргызстан. Они волею судьбы оказались жертвами различных исторических и политических ситуаций, что привело их в далекие места от своей исторической родины. В прошлом году официально было объявлено, что в Кыргызстан приехало 37 тысяч этнических кыргызов из разных стран мира. Они в основном расположены в Чуйско, Джалабадской и Ожской областях. Этнические кыргызы в основном занимаются земледелием. Как известно, в настоящее время активно поднимается вопрос по переселению в Кыргызстан этнических кыргызов из Памира. Как известно, их количество уменьшается с каждым годом. Планируется, что сначала будут переселены 5 семей, позже остальная часть. Материал специально для IWPR из Аша подготовил Сюембек Курмамбеков. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Продолжение следует...